Сегодня мы поговорим об эффекте кориолиса и начнем с простого опыта. Вот я держу в руках этот чудесный мячик и сейчас я брошу его прямо в камеру. Андрей его поймал и мы не видели ничего необычного мячик конечно же летел по прямой. А теперь раскрутим карусель и повторим наш опыт снова. И мяч отклоняется в сторону и улетает куда-то далеко мимо. Еще раз сделаем этот опыт и убедимся что эффект будет тем же самым. И мяч снова улетает очень сильно в сторону. Почему же так происходит? С этим мы и разберемся в этом ролике. Этот эффект назван в честь французского математика и инженера Гаспаро Гюставо Кориолиса. И поскольку он был французом, правильное ударение ставится на последний слог его фамилии Кориолис. Опыты на карусели это очень хорошо, но для того, чтобы детально пронаблюдать эффект Кориолиса, мы построили специальную установку, которая состоит из рамы вращающегося столика, на котором укреплена воронка и трубка. А в эту воронку я буду бросать стальной шарик, который будет вылетать в центре столика. А еще сверху прикреплен фотоаппарат. Он вращается вместе с рамой и будет нам показывать, что происходит в этой вращающейся системе отсчета. Мы замедлили движение в 32 раза. В этой системе отсчета мы видим неподвижный столик и вращающееся вокруг него пространство комнаты. И вот шарик вылетает из трубы и мы видим, как он отклоняется вправо. Еще сильнее, чем мяч, который я бросал на карусели. Но что мы увидим, если снимем этот же самый опыт неподвижной камеры. Теперь в лабораторной системе отсчета мы видим вращающийся столик. Шарик вылетает из трубы и когда мы смотрим на него сверху, он летит по прямой линии. И в этом нет ничего удивительного. Труба задала его направление при броске, а дальше он сохраняет его, двигаясь по инерции. И теперь мы готовы объяснить эффект кориолиса. Траектория шарика получается в результате сложения двух движений. Прямолинейного движения в лабораторной системе отсчета и поворотного вращательного движения платформы. Давайте посмотрим, как это получается. Пусть шарик у нас вылетел из центра этого круга и движется вдоль нити. Через какое-то время круг повернулся на определенный угол, а шарик в это время сдвинулся вдоль нити вниз. Платформа повернулась еще на такой же угол и шарик прошел такое же расстояние вниз и оказался вот в этой точке. Еще один шаг и шарик оказался в этой точке. И наконец последний четвертый шаг, который у нас сюда еще помещается. Шарик сдвинулся на такое же расстояние вниз и круг повернулся на тот же самый угол. И теперь мы можем вернуть все в исходное положение. И видим ту самую криволинейную траекторию, которая в данном случае является частью спирали Архимеда. А теперь посмотрим на это движение одновременно в обеих системах отсчета, промоделировав его в программе Живая физика. И мы видим, как прямолинейное движение в инерциальной системе отсчета разворачивается в движение по Архимедовой спирали во вращающейся системе отсчета. Для наблюдателя во вращающейся системе отсчета шарик движется по кривой линии, а следовательно испытывает ускорение. И может показаться, что это ускорение вызывает какая-то сила. На это имеется следующее возражение. Законы Ньютона сформулированы для инерциальных систем отсчета, а вращающаяся система отсчета не является инерциальной. И кроме того, по третьему закону Ньютона силы должны возникать парами. Но нет никакого тела, которое вынуждало бы шарик отклоняться от прямолинейной траектории. Это всего лишь эффект наблюдения за этим шариком извращающейся системы отсчета. И с этой точки зрения сила Кориолиса, как и центробежная сила, являются фиктивной. Но если эти силы фиктивные, то зачем о них вообще говорить? Чтобы понять это, давайте посмотрим на космическую станцию из знаменитого фильма Кубрика, на которой вращением создана искусственная сила тяжести. Человеку, который находится внутри этой станции, удобно описывать все явления так, как он их видит в своей системе отсчета. Здесь появляется и центробежная сила, отбрасывающая тела от оси вращения, и Кориолисова сила, перпендикулярная к скорости движущегося тела и искривляющая его траекторию. И космонавту удобно считать эти силы реальными, поскольку он наблюдает и ощущает их действия. Наша планета Земля тоже является вращающейся системой отсчета. И вращение это происходит достаточно медленно, Земля делает всего один оборот за 24 часа. И поэтому эффект Кориолиса становится заметным либо при очень больших скоростях движения, либо на больших пространственных масштабах. На этой видеосъемке, сделанной из космоса, вы видите мощный циклон Катрина, который в 2005 году прошел над Мексиканским заливом и обрушился на южное побережье Соединенных Штатов. Циклоны в северном полушарии всегда закручиваются против часовой стрелки, в южном по часовой стрелке, а на экваторе циклонов не бывает. Причиной этого закручивания является сила Кориолиса. Посмотрим на Землю со стороны Северного полюса. Она вращается против часовой стрелки. Теперь приблизим карту поближе и пусть где-нибудь посреди Северной Атлантики образовалась область пониженного давления. Потоки воздуха устремятся в эту область со всех сторон и сила Кориолиса отклонит эти потоки по часовой стрелке, так что они начнут обходить область пониженного давления против часовой стрелки в направлении вращения Земли. А о том, как они движутся потом и какие силы определяют их движения вокруг центра циклона, нам придется снять отдельный фильм. А сейчас мы рассмотрим в некотором смысле противоположную ситуацию. Раньше у нас тело в инерциальной системе двигалось по прямой, а во вращающейся системе отсчета мы видели, что тело движется криволинейно. А теперь мы раскрутим карусель, я буду вытягивать веревку, и тело будет двигаться прямолинейно вдоль этой трубы во вращающейся системе отсчета. Ну и соответственно, в инерциальной системе отсчета оно будет двигаться, наоборот, по кривой линии. И поскольку в инерциальной системе отсчета тело теперь движется криволинейно, значит на него действует вполне реальная сила со стороны стенок трубы. И эта сила в теоретической механике тоже называется кориолисовой. Вот только не надо путать эти две разные ситуации, а это дается весьма и весьма непросто. Реальная сила кориолиса возникает, когда поезд едет по прямолинейному участку пути. Вода течет вдоль прямого канала и во многих подобных ситуациях. И утверждается, что эта реальная сила кориолиса приводит к тому, что один из рельсов железнодорожного пути стирается больше, чем другой, и больше подмывается один из берегов реки. Но действительно ли этот эффект настолько велик, что мы можем его наблюдать? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.